Приветствую вас, и если человек не поздравляет вас с днём рождения, то это как минимум означает, что вы его не очень-то сильно волнуете, и он не очень вам не дросит. В этой ситуации вам не нужно у него ничего просить, не нужно просить его поздравить вас и так далее, потому что тем самым вы унижаетесь, тем самым вы принижаете свою самоцельку и делаете себя, по сути, ещё менее. Незначимы для мужчины, чем вы есть на данный момент. Понимаете, нельзя заставить человека насильно делать то, что он не хочет. Нельзя заставить мужчину поздравлять вас с днём рождения, если он этого не хочет. Но можно сделать так, чтобы вы больше не испытывали таких негативных эмоций от произошедшего с вами. Как это сделать? Пожалуй, нужно начать с того, чтобы спросить вас, почему вы терпите такое отношение? Почему вы до сих пор находитесь с мужчиной, который настолько вас не ценит и не уважает, что он даже не поздравляет днём рождения? Что вас с ним удержит? И начав с определения этих моментов, вы будете лучше понимать, а стоит ли уделять время, внимание, стоит ли тратить силы, энергию на человека, который, по сути, для вас делать ничего не хочет? И после ответа на этот вопрос, ради чего вы, скорее всего, для себя откроете небольшую такую истину. И истинно будет заключаться в том, что уже довольно долгое время вы с мужчиной вместе потому, что ему так нужно, ему так нравится, его это устраивает. А вы с ним потому, что что-то вам от него нужно. Какие-то свои желания вы через него реализуете. И, скорее всего, вы боитесь своего мужчину потерять. Скорее всего, вы не хотите, чтобы он от вас ушёл. Скорее всего, вы боитесь остаться одного. И тогда можно говорить о вашей неуверенности в себе, о том же, что вы не обладаете в полной мере самодостаточностью, о том, что вы стремитесь через человека реализовать какие-то свои потребности и так далее. И вот эти моменты, которые привязывают вас к мужчине и, по сути, оправдывают в ваших глазах всё его поведение, все его поступки, нужно корректировать. Вам необходимо, в первую очередь, абстрагироваться от своего молодого человека. То есть, ну, не хочет он вам сделать подарки. Ну, хорошо. Не нужно от него ничего ждать и просить ни о чём не вкусно. Но и вам следует отвечать ему тем же поведением. То есть, зеркально реагировать на его поступки. Почему? Потому что получается так, что вы стараетесь что-то делать, а он это воспринимает как само собой разумеющийся. При этом не желая даже как-то вам на это отвечать. Чтобы не играть в одни ворота, вам и необходимо как раз устроиться так, чтобы мужчина увидел, что вы не собираетесь терпеть подобные отношения к себе. Никто не говорит о том, чтобы вы брали и сразу расставались. Но, как минимум, работать над защитой своих личных границ, как минимум, работать над отстаиванием своих интересов. Как минимум, создать область, которая принадлежит только вам и в которую не допускается никто, в том числе и ваш мужчина стоит. Как и стоит сделать так, чтобы у вас были определенные критерии отношений. То есть, некие требования к отношениям, которые у вас должны быть по вашему мнению, чтобы они вас устраивали и чтобы вам в них было комфортно. А еще лучше, если вы эти же критерии, то есть, ряд допустимого для вас и ряд недопустимого для вас, перенесете и на мужчин тоже. И вот в этом моменте, в этом аспекте, главное, чтобы вы сами чувствовали, что вы делаете по наличию, то есть, ваши поступки, ваше поведение, они являются продолжением ваших ощущений. То, что вот сейчас с вами происходит, то, что вам не нравится, вы переживаете, вы страдаете, вы мучаетесь, разве это счастье? Разве это свидетельствует о желании мужчины делать вас счастливой? Думаю, вряд ли. И вот вам об этом нужно подумать. Если мужчина не хочет делать вас счастливой, то любит ли он вас? Если мужчина не хочет дарить вам подарки, уделять внимание, кстати говоря, подарки можете не дарить, просто внимание. Но если он даже этого не хочет, стоит ли с ним встречаться? Стоит ли тратить на него свое время, а главное, для чего вам это делать? И пока вы сами не ответите себе на данный вопрос, нельзя говорить о том, что у вас что-то изменится. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Удачи!